Друзья, сегодня 1 сентября и я хочу поздравить всех тех, кто уже отучился и не ходит ни в универ, ни в школу и пособолезновать всем тем, кто все-таки еще не выбрался из этой задницы. Я говорю это от чистого сердца. Мне искренне прям жаль всех, кто учится, потому что... Ну, вы, в общем-то, сейчас поймете, почему я расскажу о своих ошибках, которые я совершал, когда учился в универе. В школе в том числе. И я уверен, вам это поможет, чтобы в дальнейшем вы стали тем, кем бы вы хотели реально стать. Ну, так и первое. Я очень рад, что для меня реально сегодня праздник, что я никуда не иду, ни в какой гребаный универ или в школу. Мне не нужно никуда идти. Я от этого свободен. И это отличное чувство, я вам скажу. Вы никому, если ничего не должны, вы чувствуете офигенную свободу. А свободу от чего? От чего? Казалось бы, чувак, ты не любишь учиться? Ты что? Учение свет, не учение тьма? Очень люблю учиться. Вы не представляете, я люблю учиться, мне кажется, больше, чем кто-либо. Но если только в своей сфере, которая мне действительно нужна. Как вы знаете, в школе и в универах нам дают все. Неважно, хочешь, не хочешь. Да, это полезно для образования общего, чтобы не быть такой невеждой, таким. Ну, вот видите, опять же, не знаю, такой или таким. И школа в этом деле очень помогает, конечно же. И универ тоже. Но есть такой минус. Когда я шел в универ, я думал, что вот, блин, все. Сейчас я пойду на дизайнера среды. Я тогда еще думал, что я там буду квартиры делать, что типа среда – это квартира. И я буду просто успешным человеком. У меня будут деньги, ну и слава, все как полагается, все будет. И я полностью переложил свою ответственность на универ. Это была моя первая ошибка. Я не знал, как нужно учиться на самом деле. И как нужно вообще действовать, чтобы не попасть в эту задницу. В общем, расскажу свою историю. Пошел я в универ. Хрен знает в каком году. Я был вовсе прям очень уверен в том, что СГАСУ – это то место, которое сделает меня профессионалом. СГАСУ расшифровывается как Самарский государственный архитектурно-строительный университет. И вы понимаете, что это звучит величаво. Это не просто так, это не простые буквы. Это прям ух. Но на деле это просто хрень полная. Чистые понты, ребята. И поэтому я вам могу сказать, что когда вы пойдете в универ, ладно в школе, вас там, да, действительно, должны разным вещам научить. Ну, когда вы идете в универ, почему-то, ну, логично, да, мы начинаем думать, это уже не школа. Это уже профессиональное такое место, где из меня сделают супер бойца. Ну, как вы пойдете там, к примеру, ну, я не знаю, в армию вы думаете, вы сейчас пойдете, из меня сделают мужика. Ну, как бы, не знаю. Не факт. Или вы думаете, что сейчас из меня сделают элитного спецназовца, да, который будет охранять президента. Ну, тоже же, это же бред. Так вот, универ, это вторая школа, друзья, вторая. Вам же мало было первой, типа, да. Вам вот на тебе вторую с такой же программой. Ну, и чуть-чуть там будет такого, как бы, знаете, как пудрой посыпано тех знаний, которые вам вроде бы должны быть профильными. Это тоже фальшь. Это обман и фальшь, ребята. У меня было так. Я сейчас не вспомню, как назывались предметы у меня. Но, допустим, если русский язык нам преподавали на первом курсе универа, то это надо было, блин, знаете, вот так вот сделать. Русский язык в дизайне. Ты добавляешь в дизайне, и тогда автоматически любой предмет, который ни разу не связан с дизайном, он уже как будто бы прям, ух, для профессионалов, дизайнеров. Это очень смешно, если честно. Ну, русский язык, я надеюсь, вы поняли, что это не то. Но, вот, допустим, проектирование в дизайне. Ты думаешь, господи, да наконец-то. Наконец-то, блин, на четвертом курсе, уже перед самым выходом, мне дадут что-то такое про дизайн. Ура! А на деле там будет чувак просто рассказывать о кино, о своей жизни. Где дизайн вообще? Ты хоть чуть-чуть знаешь, что такое дизайн, парень? Понимаете? Это такой трэш, я вам скажу. Это просто смех, да и только вообще. Но, если вы хотите интересно и весело провести время, то универ это определенно то самое место. Ну, при учете, что если вы не будете выполнять домашку и каким-то образом продержитесь в таком темпе, ну, тогда да, наверное, будет весело. Итак, это просто пару слов о моем универе. Я о нем могу говорить бесконечно, вы это сами знаете. Поэтому расскажу кратенько. Я пахал очень-очень много и больше всех, больше, чем кто-либо в этом универе. Казалось бы, у меня должны были быть шикарные успехи, я должен был стать мировым дизайнером и так далее. Чтобы вы понимали, я приходил в 6.50 и уходил в 9. Почему? А потому что раньше 6.50, ну, там, я вставал там уж не помню во сколько, я не мог поймать там никакого транспорта, особо он не ходил. А позже это просто запрещено было находиться в универе. И охрана как раз говорила, что, блин, первый приходит, последний уходит. Что за ерунда, что он там делает? Они не знали, что у меня была своя аудитория. Ну, не у меня, а у моей группы. И там мы могли делать макеты, еще что-то, что домой не утащишь. И это было некомфортно, дома делать такие вещи, потому что расслабляешься. И все в этом духе. Потому что, опять же, эта обстановка стимулировала работать. Там не расслабишься. Короче, я использовал ее в своих целях. Далее. Когда я учился, 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 я понимал, что просто нас где-то, как это без мата сказать, обманывают, да, прям жестко обманывают. Что ты думал, ты будешь там реально крутым дизайнером, а на выходе ты уже там год прошел, ты думаешь, ну, ладно, это вступление, но сейчас-то будет, ух, сейчас второй курс. Второй год прошел, ты думаешь, ну, третий курс, ну, четвертый, пожалуйста, хотя бы на четвертом что-нибудь дайте. Четвертый курс, ни хера никто ничего не дает. И уже когда я пошел на пятый, по желанию моей мамы, я ее люблю очень, но просто здесь она была не права. Это было то же самое, ребят, ничего не менялось. Пятый курс, казалось бы, там уже я закончил, как же там, бакалавра, что ли, я закончил, а потом на магистра, ну, типа, знаете, как магистра, это же тоже круто звучит, блин, магистр йода, это же вам не хухры-мухры, правильно? А здесь, здесь как раз эти хухры. Хочу еще добавить про дипломы. Это очень важно, казалось бы, да, вот все дипломы, это все решает. В школе мы получаем гребаные аттестаты, такие, ой, это очень важно, там в универ не возьмут. Но это важно, потому что вас возьмут именно в универ. Это не на работу вас взяли куда-нибудь, где вы будете деньги зарабатывать. Это вас взяли в универ, где вы также будете дальше учиться. Ну, то есть, вторая школа. Для школы, конечно, важны оценки. Ничего страшного, в этом нет, и ничего удивительного. Но для работы ваши оценки не играют никакой роли. Я свой диплом забрал спустя полгода после того, как я ушел с пятого курса. И, к слову, это было самое верное решение в моей жизни. Ну, одно из самых верных, это точно. Я благодарен всем тем, кто меня подтолкнул на эти мысли. И моя мать как раз думала, что вот если я отучусь, и будет у меня диплом, все будет шикарно. То есть, корочки все решает, говорит, это не важно, ты хоть как-нибудь учить, главное корочку получи. Она была не права, потому что это важно в госорганах, если ты идешь в госорганы. И если вы, кстати, дизайнер или художник в госорганах, напишите мне, расскажите, что вы там делаете. Мне очень интересно. И второй вариант, это если вы собираетесь прямо за границу, там, работать или, может быть, учиться как-нибудь. Там, да, для них это играет роль, хотя наше русское образование мало на что влияет. Просто когда нужно визу получать, сколько раз я слышал, там нужно, им нужно максимально убедить свое государство, что вы именно тот, кто им нужен, чтобы вас привести к ним. И там нужно, естественно, показать, что вы не дворник, не какой-нибудь там левый тип, которого непонятно, зачем туда тащат. А вы именно специалист, и, соответственно, диплом частично в этом поможет. Поэтому, друзья, на диплом не надо вот так вот надеяться тоже. Ради него точно не стоит учиться. Я свой диплом ни разу никому не показывал, естественно. И не было еще такого случая, когда у меня закончилась туалетная бумага, и мне бы пригодился мой диплом. В общем, еще хочу такую важную вещь сказать, что вот представьте себе, работодатель, да, он такой, так, у меня есть два варианта. Первый, значит, у меня парень, который выигрывал в конкурсах, который просто обалденный дизайнер, он живет этим. Он, может быть, в техническом плане не так силен, но такие классные идеи, но такие классные у него, не знаю, знания программы, он быстро шарит, там быстро делает такие вещи, которые мы годами там будем делать. Ну, я утрирую, да, но так или иначе. Но диплома у него нету, вот незадачка-то. А есть другой чувак, который тупо шел по течению, учился в универе, и такой весь вроде бы правильный, там знает хорошо русский язык, знает хорошо сопромат, который в нашей области вообще не канает, он нам здесь не нужен, ну, к примеру, ну, или еще что-то такое, да. И у него очень-очень посредственные работы, ну, зато диплом, ух, прям вообще, и аттестат там, пятерочки. Кто больше мне принесет прибыль в компанию? Тот, кто нихера не умеет, или тот, кто дохера умеет? Конечно, возьму-ка я дипломника, а тот пусть идет нахер. Вот вы представьте себе, это вообще, это нонсенс. Ну, конечно, есть такие люди, я не спорю, но вы же не хотите с такими работать, вы же хотите работать с профессионалами и становиться профессионалом, чтобы вас реально ценили. Поэтому, друзья, про дипломы забудьте, это не панацея. И, значит, у меня отбилось полностью желание заниматься дизайном, потому что я уже пятый курс, а я даже не знаю вообще, а как это с точки зрения технической делать, что за ерунда вообще. Нас учат одному, я был на практике, там было вообще по-другому, то есть в реальной студии дизайна, там одно из лучших в Самаре, и самый дорогой, по-моему, в Самаре. Там чуть-чуть, там как бы по-другому, потом показываешь вот эти рабочие чертежи, рабочие, которые я делал реальные, заказчику на реальной квартире, там директор мегафона был, по-моему, что-то такое. То есть я помогал ей, конечно, не весь проект делал. И потом прихожу к преподу, показываю, и он там начинает все зачеркивать, это не так, это не то, это все не то. Ты думаешь, блин, ты чувак охренел, что ли, это реальный рабочий проект, ты что делаешь-то? И я в итоге думал, что я раньше всех сдам это задание в своей группе, ну потому что у меня уже вот все готово. В итоге я там один из самых последних это сдал. Вдумайтесь, ребята, вдумайтесь, это универ, это высшее учебное заведение. Это трэш, а не универ. Просто кошмар. Я, наверное, выйду за рамки 10 минут, потому что я очень хочу, чтобы вы поняли, что вам нужно делать, чтобы, так сказать, в эту жопу не влезть, ну или как из нее выбраться. Итак, когда я понял, что это не вариант, что точно не хочу я больше этим дерьмом заниматься, я понял, что надо спрашивать у тех художников, которые рисуют в CG, сколько они зарабатывают. Ну потому что здесь реально стал такой вопрос переориентации. Я спросил у двух художников, так скромненько, типа, а можно ли зарабатывать хотя бы 40 тысяч в месяц? Ну потому что мне представлялось, что это вообще супер зарплата для взрослого мужика. Это вообще там чуть ли не предел мечты на то время. И мне сказали, конечно, можно. Ты что, господи, там и больше можно. И я серьезно говорю, я вот просто охренел от такого, и я все понял. Все, все, бросаю эту срань. Я буду делать свое портфолио. Я не знаю, я буду все, что угодно делать. От этого зависит жизнь моя, будущее. Там счастливая она будет или там где-нибудь на помойке, потому что я не могу больше никак зарабатывать. Я сколько раз уже пытался, пробовал, и я не хочу ничем другим зарабатывать. Я любил рисовать, и я в невере, когда учился, я вообще практически не рисовал. Я рисовал только на каникулах. Представляете нагрузку, которую я как бы тянул? И я вам хочу дать несколько советов, друзья. Первое – это не перекладывайте свою ответственность за ваше будущее на какой-то там сраный универ. У универа нет такой цели сделать из вас мастера. У универа есть цель отработать свою гребаную программу, которую составляли какие-то дауны. и они в целом вообще даже не шарят, что нужно дизайнеру, чтобы стать дизайнером. Это делали офисные планктоны, которые никогда за свою, как сказать, жизнь, судя по всему, и не добились особо ничего, чтобы научить этому других. Понимаете? То есть если они такую дебильную программу составили, я, конечно, оскорблять никого не хотел, но потом что-то захотелось. Ну, я надеюсь, вы понимаете, да? Человек, который потратил там пять лет, даже шесть, имеет какое-то такое на это право, если нет результата. Вот. Ну, так вот. Опять же, я не перекладываю на них свою вину. Это я виноват. Я виноват, что я доверился универу, что я не пошел в универ... Ну, как сказать, параллельно не учил то, что мне нужно было, допустим, по рисованию. Параллельно не узнавал. А кем вообще можно работать, если я выйду отсюда дизайнером, типа, где можно работать? Так что все это моя вина. Я ее признаю. Ну, универ там, сами понимаете, да? Значит, не перекладывайте на это, на универ свою ответственность. И что нужно делать, как бы, в чем это должно выражаться? Первое, у вас должна быть четкая цель. То есть к чему вы хотите прийти? Я понимаю, это довольно сложно, там, себе цель поставить, потому что вы еще не все знаете, да? У вас нет столько данных, чтобы прям четко цель сформулировать. Но если получится, это будет очень здорово и сбережет вам кучу нервов. Допустим, я цель себе поставил стать художником очень поздно и в итоге только под конец универа стал исследовать. И опять же, цель какая? Стать художником. Это так, это вообще ни о чем. Если вы ставите цель себе суперконкретную, допустим, стать концерт художником, окружение. Вот это уже конкретика. И, конечно, там уже другие задачи будут. Вы уже анатомию там учить не будете. Как бы это окружение. Здесь нужно учить ландшафты, к примеру. Итак, цель поставили, да? Как вы знаете, есть такая вещь, чтобы сделать что-то, чтобы чего-то добиться. Это задать себе два вопроса и сделать одно действие. Первый вопрос – это что делать? То есть, что мне нужно сделать для этой цели вообще? К примеру, мне нужно изучить то-то, 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 то-то. Да? Потом, как это сделать? Как я буду изучать вообще? Вот такие-то по этой теме, такие-то ресурсы, по этой, такие-то, ну и так далее. И третье – это просто сделать. Друзья, просто сделать. И не так, что разово, а каждый день по чуть-чуть выбирайте себе время. Если вы не можете 10 минут на свою будущую мечту выбрать в день, ну я не знаю, для чего тогда так жить вообще. Другое дело, если не хочется, ну это уже как бы отдельный разговор. Итак, есть еще такой часто задаваемый вопрос. А что делать, если мои родаки против? Потому что они там, допустим, работали на заводе всю жизнь, они думают, что это самый безопасный выход. А в итоге сейчас еле-еле сводят концы с концами. Но боятся, что я буду вообще, не смогу вообще сводить концы с концами. В таком случае я всегда советую быть хитрыми в этом плане. Вы говорите маме, папе, да, 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 все будет, все хорошо, буду учиться, все дела. Учитесь, но держитесь на плаву, не надо лезть там, типа я хочу всей группе доказать, какой я классный, там на все пятерки, степуха высокая. Не надо, ребят. Учитесь кое-как, но учитесь. Главное, чтобы вы не вылетели. Это чисто, знаете, для своих родителей такой маскарад устроить. И параллельно вы обязаны работать над чем-то таким вот. Даже если вот вы идете на дизайнера и вас там учат дизайну, Мухуда бедно. И казалось бы, ну вот тут я буду сильно учиться. Ребята, в универе вам не дадут всего того, что вам нужно. Поэтому параллельно, так или иначе, даже если это, ну, тема схожая, ищите информацию в интернете и обучайтесь параллельно в интернете. Курсы, да что угодно. Там сами изучайте, видосы смотрите, ищите инфу. Это единственный вариант, который поможет вам выйти из универа реально прошаренным чуваком. Ну, иначе выйдет так, что вы выйдете из универа, такие, а, чё, давайте меня кто-нибудь возьмите на работу. А все такие, нет, мы без опыта работы не берем. И ты такой, блин, чё делать-то? Ну, это самая стандартная ситуация. Поэтому родителям своим кивайте, да-да-да, учиться буду, а сами параллельно следуйте своему коварному плану стать профессионалом и в итоге быть счастливым. Родители, когда увидят ваши успехи, в дальнейшем они поймут, что вы были правы. Но сейчас пока рано и делайте то, что нужно от вас для виду и делайте то, что нужно именно вам, ну, как бы в действии по-настоящему. Итак, я завершаю свой подкаст. Я всем желаю удачи в этом нелегком пути. Я надеюсь, вы помнить будете мои слова об этом универе, о том, что вас может ждать. Вы можете меня не слушать, вы можете это все проверить на собственной шкуре, если хотите. Но умные люди, они обязательно эту информацию как-нибудь воспользуются ей. Поэтому, друзья, будьте мудрыми, используйте информацию, думайте своей головой и напишите свое мнение в комментариях вообще, что у вас есть в этом плане, какой у вас опыт или, может быть, я вам чем-то смог помочь. Если так, отреагируйте на это и увидимся в следующем подкасте. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok